Всем привет, ребят, с вами Акаги, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный... А необычный тем, что мы с вами продолжаем играть в Sky World в Майнкрафте. Это карта с четырьмя измерениями, на которых находятся острова, которые мы должны с вами полностью обследовать, чтобы найти выход и в конечном итоге пройти Майнкрафт. И там, кстати, кто-то подсвечивается. Походу, там скелет какой-то. В предыдущей серии мы остановились с вами на том, что мы с вами победили Эндер Дракона и попали в какое-то джунглевое измерение. Так, я не помню, зачем я сюда к тебе приходил? А, для того, чтобы яблоко получить. Ага, ну можно арбалет, в принципе. Но для этого нам придется сделать арбалет. И арбалет мы, походу, с вами никоим образом вообще не сможем сделать. Единственное, что нам с вами остается, это сейчас отправиться на наш первоначальный остров. Только как нам туда отправиться-то, а? Только не говорите, что нужно умирать. Да. Именно здесь мы с вами побеждали нашего Дракона. И, в принципе, мы можем его еще раз заспавнить, но в этом нет никакого смысла. Так, и можно отсюда выбраться. И где мы с вами находимся? Ага. Вендор измерений. Давайте-ка вернемся реально на наш первоначальный остров. Сейчас придется, правда, очень долго бежать. Нам бы сейчас с вами побольше хлеба сейчас себе сделать. И добыть все-таки чуть-чуть побольше этих пауков. Но они сейчас не будут спавниться, потому что сейчас у нас день. Нам бы, кстати, попробовать с вами найти жителя, который может торговаться с нами книгами. Я бы сейчас все, что угодно отдал бы за такого жителя. Так, ты у нас что? Чернит. Ты у нас торгуешься ничем полезным. И, кстати, уже начинает темнеть, так что скоро мы с вами уже сможем подобывать паутинку. И, кажется, я вспомнил, вендор измерений, кажется, можно торговаться с жителем, который может дать нам книги. Побежали? A few moments later. И я, кажется, ошибся. Нет, там никто не торгуется этим. Хорошо, что нам тогда нужно сейчас с вами сделать? Надо избавиться от всего лишнего. Врывное зелье исцеление я, пожалуй, оставлю себе, оно мне потребуется. Ведро воды в ведро мне не надо. Яйца призыва тоже. Пока что давайте все реально выложим. Потому что это мы с вами все равно не используем. Кроме стрел. Стрелы оставим. И пойдем все-таки разбираться с этими пауками. Так, ребят, ребят, подождите. Не надо ничего делать мне плохого. И, кстати, урон вообще не проходит. То есть, подождите, давайте еще раз проверю. Да, урон мне реально не наносится. И пока что мне паутина вообще не падает. Точнее, нитки. Так что, ребят, давайте там побыстрее как-нибудь спауньтесь. Я сейчас хочу получить побольше ниток. А как крафтится вообще арбалет? Я никогда его не крафтил. Я только что посмотрел, как он крафтится. В общем, ничего сложного. Но нитки, да, мне потребуется две штучки. Хотя, возможно, в сундуках у меня как раз-таки сейчас лежит. Давайте посмотрим и... Нет. А, нет, есть. В общем, для создания арбалета нам потребуется сейчас сделать все палки. Палки у нас, в принципе, уже есть. А также дубовые доски. Один железный слиток. И нужно сделать натяжной рычаг. Вроде как он так делается. Я уже забыл. Или наоборот. Да. Ну, точнее, крюк. Дальше мы крюк ставим сюда. Нитки сюда. Сюда выставляем палки. А также одну дубовую доску. И нет, не так. Я перепутал. Сюда надо еще один железный слиток. И по итогу у нас получается арбалет. Все. Отлично. Я на всякий случай, наверное, золото оставлю у себя. А также железо тоже возьму. Все. Можем отправлять с вами обратно в джунглевые измерения. Но перед этим нам сейчас потребуется добыть еще побольше эндерменов. Чтобы у нас просто были око эндера. Включаем void. И, по идее, сейчас они должны будут появляться. Сейчас будет добыча. М? Он упал. А, стоп! У меня же тут 16 эндержемчугов. Все, хорошо. Я вас понял. Я вас услышал. Как же я сейчас затупил. Ради развлечения, кстати, сейчас можем немножечко пофармить вот здесь вещей как раз такие. Но я, пожалуй, этого пока что делать не буду. Я просто сейчас отправлюсь к нашему эндердракону. И его, походу, придется победить сейчас. М-да. Все-таки стоило взять побольше стрел. Очень мало их у меня осталось. Но зато мы сейчас еще больше опыта получим. Ну, почти еще больше. Мне хочется попасть на тот остров. Здесь спавнер магмовых кубов. Окей. А что если у нас в сундуке находится? Делие прыгучести, а также сгустки слизи. Пожалуй... Ай, так тихо, тихо, тихо. Вы че? Стоп. Ты че такой большой, а? Вас здесь очень много больших, я так понял. Вы че, растишку пьете? А можно вас поменьше, пожалуйста? Ух, совсем не справился. А здесь у нас еще один спавнер. Хорошо, я вас понял. Зря я вообще сюда пошел. Ух. Это сейчас будет тяжело кинуть. Ух. Попал. И что здесь у нас находится? Здесь уже пчелиные соты. И glazed beehive. Не понял, что это у нас. Ага, здесь написано, что здесь что-то опасное. Окей. А, понял. Тихо, тихо. Молодой, ты... Ты кто? Так, не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не. Как нам с тобой справиться-то, а? Ух. Вроде победил. И с него ничего не выпало. А почему? По идее, с него должно было что-то выпасть же, не? Или я что-то путаю? Может, еще раз с ним надо подраться? Может, что-нибудь тогда выпадет? А. Так не говоришь, что ты упал. Ну, ладно. Не-не-не. Слушай, с тебя должно что-то выпасть. Это 100%. Я уверен. Может, топориком тогда? Давайте топориком. Так. И с него только гнилая плоть. Ну, походу, я зря вообще сюда пробирался. И, кстати, вот это вот место похоже на ту самую комету в Эндер-мире. И, кажется, это что-то наподобие этого. Только нам теперь нужно как-то забраться повыше. О, здесь пчелиная голова. Не знаю зачем, но пусть будет. И я здесь даже прыгать не могу. Ладно, тогда ломаем эти блоки. Здесь есть еще одна книжка. Давайте ее почитаем. Что же здесь написано? Добро пожаловать в пчелиное королевство. Ага, то есть здесь просто описывается то, что это центр управления, так сказать, всеми пчелами. Привет, что у тебя есть вообще? Бутылочку меда можно получить. Можно Honey Slime Cube. Окей, я тебя понял. Мы же ниже можем спуститься? Конечно, можем. Но здесь у нас ничего нету. А если мы сюда встанем? А, мелкие зомби. Э, стоп! Стрекидаем. Тихо. Ребят, ребят, слушайте. Я, я не хочу. М-да. А, фух. Я хоть рядом нахожусь. Тут есть еще зельки, кстати. Кажись, их здесь больше нету. Я не понял. Они жителя убили. Вы обалдели, что ли? Ладно, зомби. Зомби тебе хана. И твоему другу тоже хана. Они меня поджигают. У них должно быть что-то хорошее. Выпадет 100%. Я надеюсь, по крайней мере. И нет, с них ничего не выпало. Я что, зря сюда пробирался вообще? Походу, да. Окей, полетели туда. И что это за остров? Это получается Flash Covered Forest. То есть какой-то очень быстрый. А, стоп, здесь спавнер коров есть. И там, кстати, портал. Ну, точнее, ну, типа портал. Стоп, подождите. А мы можем как-то вниз спуститься? У меня есть кирка? Да, есть кирка. Может, здесь что-нибудь будет? О, голова здесь еще одна есть. Пожалуй, заберу. А я смогу вообще забрать? Ээээ... Да. Теперь отправляемся туда. И мы, кажется, просто так туда не допрыгнем. Ух, пожалуйста, пусть не повезет. И где мы с вами находимся? Это что-то вроде джунглевого данжа. Только немножко модернизированный. Выглядит довольно-таки неаккуратно. Но кто я такой, чтобы осуждать их дизайнерское решение? Так, здесь есть лава. Поэтому придется как-то аккуратненько спуститься. Но мы с вами, благо, урон здесь получаем минимальный. И у нас вот есть сундук. Получается, огненные заряды. Огнево. А также еще одна книжка. Давайте ее почитаем. Здесь было написано про то, что мы с вами находимся в вулкане. Have a problem? Call the mayor today. То есть есть проблемы? Позвоните майору. Хорошо. Так, и там я вижу жителей. Это все-таки житель был. До него мы, наверное, можем добраться. И даже поторговаться можем. А, для этого нужно... Ё-моё! Стоп! Это очень, очень хороший топор. Но для того, чтобы нам его получить, нам придется... Ой, как постараться сейчас. А, привет. Рацион новая пыль. Понял. До свидания. Хотя, стоп, подождите. Что там у него было за спиной? Понял. Какие-то головы у него здесь. Печка есть. В принципе, думаю, здесь мы с вами можем сделать себе базу какую-то. А, обычная кровать, часы. И больше ничего интересного. Мне вот интересно, а если я нажму вот call the mayor, что произойдет? А, понял. А, он сюда не может пройти. Хорошо. Тогда его просто застреливаем. И у меня все закончилось. Ладно, придется так его добивать. И с него упали элитры. А также штаны на защиту 7, шипы 3, про... Так, я беру это. Я понял. Вот эти штаны мне больше не потребуются. А также элитры, прочность 3. Окей, возьмем. То есть мы теперь с вами можем летать. Но для того, чтобы по-настоящему и хорошо пользоваться ими, нам потребуются фейерверки. И фейерверки мы можем у кого получить? Вроде как у этого человека. Или у того. Что тебе нужно для фейерверков? Мне нужна магма, а также бумага. Окей, по идее магму мы с вами можем найти. Она у меня, кажется, даже была. И подождите, там еще что-то есть. Что есть у нас? Здесь обычное дерево. И больше ничего. Ладно, придется возвращаться на свой первоначальный остров. Как это сделать? А, вот так. Для создания бумаги, благо здесь есть тростник. Я посмотрел, как все-таки делается магмовый блок. И делается он довольно-таки легко. Для этого нам придется добыть всего лишь 4 сгустка магмы. Потом их объединить. И у нас получится магмовый блок. Да, это, конечно, будет довольно-таки проблемно. По сути, проблемно. Но думаю, мы с вами справимся. Причем очень-очень быстро. Я посмотрел, здесь у меня вообще нигде нету магмы. Это очень обидно. Надо сделать побольше себе хлеба, дождаться, пока здесь вырастет, дождаться, пока там вырастет еще. Большое количество сахарного тростника, потом сделать себе бумагу, отправиться в джунглевые измерения и там подобывать себе магмовых кубов, чтобы попадали сгустки магмы. И только тогда мы с вами сможем поторговаться. Вообще, по-хорошему, нам надо очень много сгусток магмы. Но это будет очень-очень тяжело. У меня, кстати, 14 алмазов откуда-то. Ну ладно. Надо бы подумать, может мы как-то можем оптимизировать это все? То есть сделать еще один спавнер, почему бы нет? По идее, можем. Но для этого нам придется добыть очень много булочника опять. Погнали. Добылась я немножечко булочника, добылась я немножечко эндерперлов, а также деревьев. Теперь я смогу хотя бы нормально зачароваться и сделать себе хороший алмазный меч. И при этом зачаровать его, потому что у меня есть лазури. Давайте попробуем. Я надеюсь, мне сейчас нормальные зачарования попадутся. Прочность, прочность. Ладно. Что нам не жалко? Вот это. Можно мне, пожалуйста, нормальные зачарования? Заговор огня, острота, первого уровня всего лишь. Нет, тоже не подходит нам. Прочность, острота. Тоже не то. Пожалуйста, ну сейчас хотя бы. Заговор огня, острота. Ладно, берем остроту. Надеюсь, я когда-нибудь смогу найти торговца, который может торговать книгами. Я не то сделал. Так, я его смог победить и тут выпали ботиночки. Пожалуйста, пусть они будут получше, чем мои сейчас. И да. Нет. А-а. Они хуже. Зря потратил жизни. Я не туда нажал. И кажется, я забыл взять стрелы. Ладно. Ладно. Сбегал я, конечно, до дома. И оказывается, у меня были фейерверки. Обидно, конечно. Но что остается? Я же могу их запускать? Да, могу. Привет. Пока. И теперь все это место нужно как-то превратить в нормальное место, где мы с вами можем выращивать всех техмобов. Надеюсь, мне хватит блоков. Так, большой мальчик, я тебя вижу. Выпала магма. Это уже хорошо. Надо со всеми сейчас разбираться. Погнали дальше строиться, пока у нас есть время. Хорошо, что они до сюда не могут допрыгнуть. Так, коробка у нас есть с вами. И кажется, я забыл забрать верстак. Сейчас нам нужно сделать с вами полублоки. Много не потребуется, всего лишь 6 штучек. Правда, здесь еще нужно будет выкопать. Ой, стоп, 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 стоп. Было бы неплохо, если бы они сюда падали, да. Но здесь мы, пожалуй, сделаем таким образом. Здесь застроим. Плюс еще сделать. По идее, они должны здесь спавниться теперь. Что-то, конечно, немножечко здесь все улучшить, но надеюсь, они все-таки будут здесь появляться. И кажется, нет, они здесь не хотят появляться. А что мне тогда делать? Стоп, я же здесь полублоки поставил. Ладно, придется сейчас здесь все выкопать. Акции, что вы не появляетесь? Что вам здесь не нравится? Места, что ли, маловато? 5 блоков. По идее, да, маловато. Ох, ладно, придется сейчас улучшать все. Ну, вроде готово. И они теперь, наконец-то, здесь спавнятся. Только я не знаю, а как же я буду выбивать из них магму? По идее, должны спавниться прям очень большие. Вот такие вот, чтобы мы с вами хоть что-то получали. Этого придется ждать, пока они будут подходить сюда, их убивать. И только тогда мы будем с вами получать сгустки магмы. Хотя, подождите, и сейчас мы с вами получили. Ладно, как-то это очень странно работает. Я понимаю, ферма довольно-таки странная, необычная. Точнее, обычная, но она работает. Правда, мне пришлось несколько раз бегать до дома, чтобы получить еще больше булыжника. И напоминаю, нам нужно около двух стаков магмы. Точнее, сгустков магм. И такое ощущение, будто я вообще опыта с них не получаю. Но при этом я как бы получаю, все равно я вижу, я слышу. Но вообще не двигается полоска. Я не знаю, сколько это времени у меня займет, но, надеюсь, это не займет у меня несколько сотен лет. Было бы обидно, если бы сейчас магма с него выпала. Давай-давай, поближе, 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 поближе. Остается просто ждать и надеяться, что выпадет очень много. Я не знаю, сколько это времени у меня заняло, но заняло очень много времени. Но я все-таки добыл чуть больше стака сгустков магмы. И надо сделать еще один верстак. Потому что я помню, я помню, нам нужно сейчас будет сделать алмазный топор и пойти поторговаться с тем жителем. Полезли к нему. Здорово, я хочу вот этот топор себе. Острота 4, прочность 3, заговор огня 2, починка, кабум, флеймс. Хорошо, мы с вами это взяли. И теперь нам нужно сделать магмовые блоки. Хотя, подождите, давайте я лучше уточню. Я посмотрю, как это все дело выглядит. Что нам нужно? Правильно, магмовые блоки. Значит, мы тогда делаем с вами сейчас бумагу. 30 штук, я думаю, мне хватит. А также делаем блоки магмы. Все, погнали. Звонок не работает. И берем все ракетки тогда. Все, мы с вами довольны. По крайней мере, я точно. Теперь нам остается выбраться отсюда. Главное, не промахнуться. И где-то у нас был портал. Где он был? Ага, он был вон там. Полетели тогда туда. И что здесь вообще находится? Такс, аккуратно приземлились. It's a good idea to get insane dragon hunter armor or vulcan armor before fighting the void boss. Ага, нам нужна полноценная бароня. Это то есть нам с тем челиком еще надо будет подраться? Не, я в принципе согласен. Это вообще без проблем. Но нужно побольше заспавнить тогда. Здорово, ребят. Давайте сюда. Также давайте еще заспавним. У меня как раз таки очень хороший топор. Правда, мне кажется, я все равно не выживу здесь. Потому что уж слишком жесткие они. Так, знаете, мне что-то не нравится. Здесь слишком плохая платформа. Вот так тогда сделаем. Даже так. И теперь мы спокойно сможем бить в прыжке. И наносить как можно больше урона. Мне хочется сейчас кое-что проверить. Так, они получают урон. Наверное, зря я трачу эти ракетки. Но урон есть урон. Но мне теперь реально страшно, что мне не хватит еды. Будем надеяться, что хватит. Так, с этими я справился. И что они мне здесь выдали? Фернит, кости, джетпак, 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 джетпак. Ага, честплейт. Но он практически сломанный. Это мне что, еще нужно? Ребят, давайте сюда. Я вас понял, я вас услышал. Больше не надо идти сюда. Вам хана. Я вижу ботинки, а также штаны. И еще и арбалет. Ботинки, кстати, очень даже хорошие. Я их возьму. Дальше что у нас? Очень сломанный джетпак. Точнее, крылья. Буквально одна прочность осталась. А также леггинсы. Они, конечно, довольно-таки слабые, как я понял. Но они на починку. Так что мы с вами сможем спокойно их починить. Так, подождите, что я сейчас выкину? И, кстати, он тоже на починку. Стоп, так зачем мы все это выкидывали, если у нас с вами вещи на починку? Нам же сейчас достаточно будет пойти на нашу ферму скелетов. Там получить опыт. И мы с вами сможем нормально жить. Только мне надо теперь получить еще и шлем. Ребят, давайте сюда. Такс, и я вижу шлем. Стоп. Надо его посмотреть сейчас. Что не нужно? Что не нужно? Что не нужно? А, в принципе, я не знаю. Давайте это выкинем. И что у нас? Какие они? Они тоже очень жесткие. Нет, нам 100% нужно отправляться на нашу ферму. Это 100%. Только как полететь-то, а? А, у меня точно нет джетпака. Ах, ладно, пока заменим. Ах да, нам достаточно просто умереть. Погнали убивать скелетов. Надо запомнить нашу прочность. Ботинки у нас практически починятые. Здесь у нас на левой. Ага, ага. Все, я запомнил. И да, они чинятся. Ух, надо бы полностью их починить нам. И тогда будет все прям отлично. Не думал я, конечно, что это займет так мало времени. Но у нас уже все починято. О, скелетик. Ух, теперь мы можем с вами отправляться на босса пустоты. А, нам достаточно опять только умереть. А я о чем? И где он тут у нас находится? Вот здесь. И у нас с вами полностью вулканическая броня. Причем она очень и очень хорошая. А, ну кроме этого, я это не починил. Эм, тупанул. Тупанул. И сейчас мы с вами не отправимся на босса пустоты. Все это мы сделаем с вами уже в следующей серии. Ну а пока что, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Если вам нравится данное прохождение, и вы с нетерпением ждете следующую часть. Давайте наберем большое количество лайков. Мне больше нечего сказать. Ну а с вами был Акакий. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока-два.